Вот, но тем не менее, вот мы заговорили о слове сциентизм, да? Да. Все-таки суть-то его как? Я-то вот его преломил, как товарищ Никита Сергеевич Хрущев. Ну, тут может быть по-разному. Тут может быть тоже по-разному, понимаете? Антисиентисты, потому что это вообще необозримое поле от, там, не знаю, скептиков каких-нибудь, люди, которые просто сомневаются в результатах, там, деятельности науки, до не в результатах деятельности, а именно в теориях, там, науки, например, сомневаются. А есть люди, ну, просто какие-нибудь, там, религиозные фанатики, которые тоже против науки по своим религиозным причинам, потому что она не соответствует Библии, например. И вот такой вот диапазон громадный от, там, философов до, не знаю, каких-нибудь религиозных деятелей, вот это все может попасть под антисиентизм. Сиентисты, в принципе, могут определяться тоже по-разному. Это какие-нибудь, а с одной стороны, какие-нибудь персонажи, которые прям вот невероятно любят науку. Так, вижу... С одной стороны, кто? С одной стороны, люди, которые вот невероятно любят науку вообще всю, думают, что всех надо, там, все другие дисциплины, там, надо уничтожить, там, ну, не знаю, не уничтожить, в смысле вот, изъять вообще, они не должны, там, ходить в образовании, должны желательно исчезнуть. А другие-то какие? Гуманитарные науки, там, философия, там, ну, гуманитарные науки, там, философия, все такие вот дела, не нравятся. Религии должны тоже желательно уничтожить, а должна остаться только наука и желательно там искусство. Это вообще радикальный такой сиентизм, можно сказать. А можно выделить более умеренных сиентистов, ну то есть люди, которые в принципе доверяют науке и все хорошо, как у них. Но вы ведь антисиентист. Да, в целом я антисиентист. А против чего же вы тут в науке-то вроде как? Ну в данном случае, ну вот например, вы в самом начале нашего видео перечислили громадное количество вещей, которые я просто даже не представляю, как можно проверить вот прям вот достоверно. Я думаю, если я буду сам это последовательно проверять, буду знакомиться с методами, с помощью которыми это было проверено, я буду находить какие-то сомнения в этом. Ну понимаете, я не специалист в физике, конечно, не специалист в биологии, я больше по методологии пытался разбираться. И методология у меня всегда вызывала именно науке какие-то всякие разные вопросы. Работает ли верификация или фальсификация? Достоверно ли они дают нам результаты или недостоверно? Ученые, в принципе, ну вы в принципе тоже говорите, что теории разные, но тоже не до конца, так скажем, некоторые достоверны. Вот у меня в данном случае диапазон такой вот недостоверности скорее всего шире, потому что у меня, видимо, не знаю, ну и образования с одной стороны специального такого нет. С другой стороны, ну вопросы постоянно вызывает. И все время, когда я спрашиваю у ученых различные вещи, ну всегда есть за что, в общем-то. В чем усомниться всегда есть практически, не знаю.